всем привет друзья в конце прошлого года я запилил видео о том как мы снимали видео мама с сыном там бегали на лужайке для стоков точнее мы снимали это не для стоков мы снимали как бы family story небольшую но я тогда уже решил что в принципе большинство кадров мы сможем на стоке закинуть после того как я выложил это видео мне по большей части фотографы начали писать что у меня ничего не примут потому что тут видите ли брендированная там обувь или в кадре там есть какая-то там кепочка с чем-то или шапочка уже не помню что вот эти вот принты на кофточках это авторский дизайн в общем все нужно релиза 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 в общем и что ничего мне не примут как обычно в общем фотографы начали рассказывать видеографом как как им жить чего я как вы знаете очень сильно не люблю так вот прошло время и я собственно решил сделать глобальное видео а в том что принимают на разных стоках подготовил совершенно разный контент и сейчас вам покажу что на самом деле принимает а что нет и если нет то по каким причинам в принципе по тем видеороликам я закрепил комментарии где достаточно четко изложил свою позицию что и как я думаю по этому поводу но естественно сказали мне я не типа ничего не шарю там я новичок я не спорю столько в стоках я и тогда и сейчас являюсь новичком забегая вперед сразу скажу что те съемки которые я снимал изначально только лишь для стока то есть они не были не family story не видеопортреты то есть я снимал их изначально для стоков их применили все стопроцентном объеме но многих из вас и у меня есть достаточно большое количество материала который уже снят он лежит томится крутится на винтах и вот сейчас я вам покажу как можно даже старый контент уже снятый который снимался не для стоков который снимался на каких-то репортажных съемках или художественных съемках вы можете вдохнуть него вторую жизнь и загрузить его на стоке в надежде что его купят купят это уже или не купят это уже другой вопрос давайте вначале разберемся что же все-таки туда принимают для этого я подготовил разные совершенно разные наборы видео первым делом это естественно те съемки мамы с ребенком которые мне говорили что у меня не возьмут ни на какой сток потому что там все забрендировано также закинул съемки природы с коптер как вы понимаете для природы релизов никаких не нужно помимо этого загрузил с коптера съемки исторических зданий в частности соборов потому что насколько я понимаю собор который построен достаточно давно и пусть хоть и реставрирован не защищен авторским правом но вдруг также загрузил видео с моделями на пляже я уже рассказывал что это была единственная бесплатная съемка эту съемку я проводил именно с тем чтобы использовать эти кадры на стоке так вот у меня были только модельные релизы у меня не было property релиза то есть того бара на пляже в котором мы все это снимали более того в кадре на одной девочке постоянно висели часы g-shock и они две девчонки иногда селфились на iphone видно даже если присмотреться значок iphone а то есть напрямую нарушение но посмотрим приняли ли это или нет также загрузил серию где я с коптера снимаю современные здания отель там аквапарк какое-то здание университета сразу я говорю что эти ролики я загружал по лицензии editorial у фатолии столько нет такой лицензии поэтому там естественно эти видео за реджектили но не все также загрузил очень большую серию съемок который снимал большом каньоне со слайдера все равно принципе отмонтировал это видео и нарезал его думаю ну почему мне загрузить давайте посмотрим там меня интересовало в первую очередь вообще нужны ли такие файлы на сток которых просто завались собственно это я и выяснил а также требования качеству потому что я снимал не на рекордер а снимал обычный h264 и когда очень много листы в кадре видны артефакты сжатия вот и хотел проверить насколько стоки щепетильно относятся к качеству видео также я загрузил съемку интерьера во владимирском соборе на херсонесе я снимал их там для какого-то мероприятия которое там проходило это думаю это крещение либо венчание было у разных только совершенно разные правила насчет таких такого рода съемок не обошел я вниманиями свадьбы многие допустим льют всякие там свадебные атрибуты я пошел дальше я просто запилил видео с коптера где снимал свадебную пару я заливал контент разрешение 4k и в принципе лица у ребят не очень видны то есть я как я предполагал модельный релиз не потребуется вот я собственно хотел видеть это нужен будет модельный релиз если лица у людей крошечные разумеется модельных релизов я со свадьбы не брал но я не ставил галочку editorial то есть это я загружал по коммерческой лицензии и ради интереса я залил одну съемку честно говоря которую я считаю браком это съемка с коптера при мы снимали зимой фантом 3 там сильнейший ветер просто дикий роллин шаттер и как я уже писал у себя на сайте фантом 3 при отрицательных температурах у него замыливается очень сильная картинка я так и не понял почему она не запотевает просто становится абсолютно мутной для меня это был брак и вот я думаю закину я просто проверю у всех стоков примерно одинаковые правила для контента но подход проверки в некоторых случаях я без преувеличения говорю отличается просто радикально и так я загрузил абсолютно одинаковые серии на шаттер сток на pont 5 на фото ли и на dreamstime и так законодатель моды шаттер сток что же принимают они большую часть видео с аэросъемкой современных зданий приняли по лицензии editorial часть файлов не приняли из-за сильного роллин шаттера я в принципе понимал что их лить совершенно не нужно но я залил для чистоты эксперимента переходим теперь к съемкам которые снимались непосредственно под стоп вот то что он говорил лавандовые съемки вот 55 не приняли из-за заваленного горизонта 102 приняли в общем 5 не приняли значит вот эта съемочка приняли абсолютно все съемка моделей в баре приняли на сто процентов все полностью не потребовался property релиз и обратите внимание что в кадре мелькает iphone причем мелькает совершенно неоднократно а также часы джи шок но все в порядке вещей теперь переходим к съемке мамы с ребенком большинство роликов отклонили знаете из-за чего не из-за логотипов каких-то а из-за того что отсутствует property релиз то есть отель в кадре у нас мельтешит разумеется нет никакого мне желание занимается property релизом тем более описать его самому но часть файлов пропустили что у нас дальше съемки природы съемки леса с земли со слайдера я снимал часть файлов не приняли и из-за того что написали какие-то артефакты как я ожидал но как видите видео вполне себе зашло все остальные съемки с коптера приняли в полном объеме видеоролики с полетами с на свадебной парой приняли 50 на 50 там где летает там сбоку или со спины или там на большой дистанции нормально где чуть ближе затребовали модельные релизы что мне просто повергло в пространство так отношения шаттера стока к съемкам внутри храма несмотря на то что видео было помечено как editorial шаттер все равно затребовал property релиз от храма который был построен в 1800 там каком-то году а иконы вообще приравняли к интеллектуальной собственности эта фишка чисто шаттер стоковская нигде больше такого нет также мне совершенно непонятно что вот с этой зимней съемкой с квадрокоптера которая говорил не отличается хорошим качеством видео я постил по лицензии editorial при этом приняли 90 процентов этих видеороликов они все в одной серии все абсолютно одной серии она несколько видеороликов написали что требуется дата съемки поскольку это editorial такое ощущение что просто первую часть проверил какой-то один куратор потом у него закончился рабочий день он ушел он там принял 90 процентов пришел другой сказал так у нас осталось несколько роликов дату съемки пожалуйста понтфай друзья как я уже говорил самый лояльный но самый долгий видеосток в плане проверки загруженного материала что я могу сказать про понтфай а то что здесь приняли просто все сто процентов всех видеороликов не за rejection не один просто не один вся съемка мама с ребенком с этими брендированные кофточками даже там за логотип найк иногда мелькает отель на заднем плане не нужно ничего приняли абсолютно все съемка свадебной паре с коптеры пожалуйста теперь переходим в отеле главное отличие этого видеостока от трех наших остальных участников том что у них нет понятия лицензии editorial то есть все должно быть полностью лицензировано под коммерческую съемку поэтому и разумеется съемки отелей то есть современных каких-то зданий не прошли несмотря на это частично частично повторюсь приели кадры с вот я снимал банковскую академию раньше она так называлась то есть это тоже современное здание но это как бы учебное заведение и его приняли 50 на 50 логика мне непонятно фото ли я единственный видеосток который обратил внимание на то что у девчонок в кадре видно iphone и он за реджеки вот эти четыре или пять роликов где видно логотип айфона при этом часы g-shock и которые так понимаю тоже являются брендовыми нормально прошли а расъемку свадебной пары приняли на одну треть частично написали неподходящее содержание что это в разуме не фото ли я так и не понял частично потребовали модельные релизы съемка древнего городища тут вообще феерическая ситуация приняли всю серию за исключением двух файлов в которых виден колокол написали нарушение прав интеллектуальной собственности интеллектуальной собственности на колокол который висит уже несколько сотен лет как вам съемки в лесу земли примерно процентов 20 отклонили то есть 80 процентов приняли написали что похожие файлы уже есть на сайте это вот единственный опять же видеосток который удалил какую-то часть видео потому что уже реально этих съемок много я честно говоря думал что эти съемки за реджект от везде полностью съемки интерьера храма несмотря на то что у фото ли нет лицензии editorial а на другие стоки я эти съемки лил именно как editorial приняли 95 процентов на одном или двух роликах всего написали что отсутствует коммерческая или эстетическая привлекательность все съемки с коптера который я расценил как брак здесь приняли в полном объеме на одном файле указали что не соответствует техническим требованиям наверно тому же rolling shutter был уж очень зверски что куратора его все-таки заметил и заключительный видеосток из нашего сегодняшнего обзора это dreamstyle начнем со съемки пары с квадрокоптера из всей съемки приняли один файл это в несколько раз меньше чем на всех на остальных написали обязательно модельные релизы нужно забегая немного вперед скажу что dreamstyle мне тоже понравился это тоже абсолютно беспроблемный видеосток как и pond5 то есть принимает просто все по съемке мама с ребенком серия была там из 100 чем-то видео по моему 12 не приняли 12 написали виден логотип но предложили его просто говорят заблюрте все остальное как я уже говорил приняли в полном объеме без единого реджекта то есть все и съемки современных зданий съемки в интерьерах и съемки с там с айфонами съемки без property релизов там где принципе я думала не нужны и так друзья какой мы можем подвести итог итог на самом деле такой что несмотря на то что правило как бы у всех одинаковые все зависит от конкретного видео стока и очень сильно особенно на шатре как я понял зависит от куратора на некоторых штоках очень лояльное отношение к тому что если в кадре засветился какой-то бренд если вы прямо не акцентируете на нем внимание что собственно я писал в комментариях а мне говорили что нет 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 я дурак и вот все это короче за реджект от и ничего не пропустят как вы видите пропускает достаточно много чему это говорю что если вы хотите вообще посмотреть разобраться с этим то вы можете сделать действительно одну-две съемки именно под сток но потихонечку если у вас есть классный годный материал даже без модельных релизов или да без property релизов если вы снимали там с какого-то расстояния в общем вы чувствуете что в принципе это может быть кому-то нужно можете смело его лить для себя еще обязательно хочу зарегистрироваться на видео хайф потому что это очень дешевый видео сток там есть очень приятная лицензия там для использования чисто на ютубе то есть там цены приятные для тех кто закупает видео и туда на мой взгляд нужно обязательно обязательно лить на этом я с вами прощаюсь подписывайтесь на канал если вы этого не сделали нажимайте колокольчик чтобы вам приходили уведомления когда выходит новое видео также можете подписаться на меня в инстаграме всем пока друзья до новых встреч